В центре внимания инспекторов ГИБДД вновь маленькие пассажиры. В областном центре прошла массовая проверка водителей на предмет использования ими при перевозке детей удерживающих устройств. А вы ребенка перевозите правильно? Можно посмотреть? Ну-ка, ну-ка. Здравствуй, молодой человек. Как зовут-то? Саша. Откуда, с тренировки что ли? На тренировку. А, на тренировку. Вы здесь живете, да? Сколько лет-то? Восемь. Саша, конечно, пристегнут штатным ремнем автомобиля. Но это не гарантирует ему безопасность в случае аварии или просто резкого торможения. До 12 лет дети должны быть пристегнуты при помощи специальных треугольничков ФЭСТ. Ребенок правильно сделал, он пристегнулся ремнем безопасности, но, но, все равно ребенок, потому что все равно, когда начнет натягиваться, он будет выше, понятненько? Поэтому настоятельная просьба в следующий раз вы не пожалеете немножечко денежек для того, чтобы нацепить как раз этот уголок безопасности для ребенка, потому что ему 8 лет. Маленький пассажир этого автомобиля в безопасности и в комфорте. Ну как, нравится в сидении-то? Для детей? Молодец. Как показала проверка, большинство родителей, автолюбителей правила перевозки детей соблюдают. В принципе, у родителей детские удерживающие есть, но часто бывает так, что дедушки и бабушки забирают из образовательных учреждений ребенка. И в этом случае бывает, что они детские удерживающие устройства не возят. Поэтому мы призываем родителей подумать не только о своем автомобиле, о своем ребенке, что там нужно установить детские удерживающие, но если они доверяют своего ребенка другим людям, своим родственникам также позаботятся о безопасности ребенка. В настоящее время штраф за несоблюдение этого правила дорожного движения составляет 3,5 тысячи рублей. Примерно столько же стоит хорошее детское автокресло. Безопасность ребенка бесценна.